Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Все внимание Санкт-Петербургу. Кто из представителей Алтайского края принимает участие в работе Международного экономического форума? Первый единый государственный уже в понедельник. Какой штраф ожидает нарушителя порядка во время проведения экзамена? Под угрозой? Почему, по мнению орнитологов, колония городских ласточек на Барнаульском речном вокзале может исчезнуть? Итак, сегодня делегация от Алтайского края принимает участие в Международном экономическом форуме, который начал свою работу в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших мероприятий, на которое съезжаются не только представители регионов России, но и гости из-за рубежа. Внимание к форуму огромное. В Петербурге сейчас находится и наш корреспондент Василий Морозов. Передаю ему слово. Форум уже открылся и одна из самых главных тем это улучшение инвестиционного климата в России и, соответственно, улучшение экономической ситуации в целом, потому что инвестиции это значит рост экономики. Что касается участия Алтайского края, то, насколько мне известно, здесь или уже сейчас присутствует или планирует присутствовать министр экономического развития Николай Чуйняков, а также Антон Слободчиков. Также здесь присутствует депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Он один из участников секции о киберспорте. Киберспорте с точки зрения экономики, бизнеса и, в принципе, достаточно перспективного и популярного явления. Какие еще мероприятия нам интересны? Здесь говорят про развитие экспортного потенциала регионов. За моей спиной как раз сейчас начнется соответствующая секция. Ну и, конечно же, про сельское хозяйство тоже, продовольственная безопасность. Будем следить за тем, что говорят и, естественно, думать, каким образом в этом будет участвовать Алтайский край. Ну и поподробнее обо всем, конечно же, расскажем в следующих выпусках. До 40 тысяч рублей штрафа может заплатить нарушитель порядка во время единого госэкзамена. Об особенностях проведения ЕГЭ говорили в Краевом управлении образования. Всего в этом году единый государственный будут сдавать 13 тысяч человек. 12 из них – 11-классники. Экзамен проводится по 14 предметам. Обязательная – математика и русский язык. Самые популярные предметы по выбору – профильная математика, общество знания, физика, история и биология. Два выпускника решили сдать испанский язык, четверо – французский. Кстати, в этом году добавилось задание повышенной сложности на экзамене по химии. А по литературе будут строже оценивать речевые ошибки. В русском появилось задание на проверку лексических норм. Следить за порядком будут более двух тысяч общественных наблюдателей. Проносить в аудиторию любые средства связи запрещено. Но даже если ученик ими не воспользовался, наказание будет строгим. На граждан от 3 до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. То есть, если подсказал организатор, то он будет уже должностное лицо и будет привлечен административный штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Перезда, можно на учреждение? Нет. Добавим, что первый экзамен по русскому языку пройдет уже в этот понедельник, 28 мая. Продлятся ЕГЭ до 2 июля. Сегодня новое общежитие Алтайского государственного университета официально сдали в эксплуатацию. Его несколько лет ждали тысячи иногородних студентов. Во время строительства возникало немало проблем, из-за чего открытие постоянно сдвигалось. Руководство вуза говорит, что за Уралом это самый современный жилой комплекс для студентов. Как же он выглядит? Смотрите далее. Аплодисменты должны просто не смолкать. Наконец-то исторический момент. Ключи от университета в руках университета. Тысяча койкомест, 25 километров обоев. Такой занимательной арифметикой руководство Алгу увлекалось три года подряд. В то время как студенты без жилья ждали открытия общежития. По государственному контракту два корпуса на 14 и 16 этажей должны были быть построены к июлю 2017 года. А то, что мы себе срок поставили такой строительный, это ни о чем не говорим. На строительство было потрачено 560 миллионов из федеральных средств. В каждой комнате стоят кровати застеленные. В каждой комнате готовы для приема чистые стулья, тумбочки, цветы. Но госинспекции края только домашнего уюта было недостаточно. Ведомство долго не принимало объект. Во время строительства не раз возникали трудности. В начале ноября во время внеплановой проверки обнаружили 14 нарушений. Но в СМИ университет отрицал проблемы. При этом разрешение на эксплуатацию общежития университет получил только на прошлой неделе. В каждой комнате имеется свой динамик, датчики. То есть условия безопасности на самом высоком уровне. Талгат приехал из села Курья. Студент с завистью смотрит на коридоры нового корпуса. Он живет не в самом лучшем общежитии на улице Эмилии Алексеевой. Ему еще повезло. Сотни студентов только мечтают о своем койком месте. Без тараканов не обходимся, но жить можно, как говорится. Когда в этом корпусе был ремонт, парень бесплатно штукатурил и выносил мусор. Ему пообещали, что все работающие на стройке будут первые в списках заселенных в новое общежитие. Ну если нет, так нет. Ну а значит не судьба. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. В поселке Опытный Рубцовского района массово вырубают деревья. Спилено уже около ста зеленых насаждений. Жители бьют тревогу. Лесозащитная полоса спасала их от природных катаклизмов. Местная администрация, в свою очередь, утверждает, что деревья вырубили в целях санитарной очистки. Так ли это? Расскажем далее. Вместо высоких тополей и одни пеньки, совсем недавно эта лесозащитная полоса была усажена деревьями и защищала местных от разгула стихий. Ветры, снеготаяния и паводка. У нас есть разрешение. И у меня к ним больше вопросов не было. А когда они уже выпилили и подошли к деревне, здесь я уже вызвал милицию. Приехали в милицию северного, сфотографировали трактор, что он тащит бревно. Ну и мне сказали, что их вызовет. А когда, это было уже зимой, а когда сошел снег и все высохло, я сюда подъехал, я ужаснулся масштабом вырубки. Позже выяснилось, что у лесорубов имеется разрешение городской администрации. Было обращение от жителя города, что в данном участке прорастают сухие и усыхающие деревья. По выезду на место мы с данным гражданином определили участок, я выдавал разрешение непосредственно. Ориентировочно там было порядка 80 деревьев породы тополь. По обращению другого гражданина, что там якобы спилили больше, в принципе объем спилили тот, который был заявлен. Единственное нарушение чиновник видит в том, что вырубщики не убрали за собой. По пустырю до сих пор разбросаны щепки до ветки. Правда, у независимого эксперта Михаила Саркисяна на этот счет другое мнение. Лесополосы защитные, когда были посажены эти деревья. А сегодня смотрим эту картину, она не похожа на санитарную чистку. Санитарная чистка пришли, убрали за собой полностью и вместо вырубленных лесонасаждений посадили новые. А сегодня этого мы не видим. А с какой целью было выпилено? С какой целью, непонятно до сих пор. Ведь наряду с больными деревьями вырубили и здоровые. Причем в основном спилили хорошие, а сухие в некоторых местах даже не тронули. Итог неутешительный. Жители лишились надежной защиты, которая ежегодно спасала их от сильного ветра и от обильного снеготаяния. Вот эти тополя все и здесь, и по городу, это такие они сдерживали грунтовые воды, они в себя всю воду. Почему раньше так не затопляло? Сейчас все выпилили, и город плывет, и мы плывем, мы тонем. Валентина Аскерова, Геннадий Лабзин. Наши новости. Громкий инцидент произошел в Барнауле. Минувши ночью в лифте многоэтажки мужчина напал на девушку, чтобы изнасиловать. Буквально три часа назад полицейские задержали подозреваемого и установили его личность. Происшествие случилось в спальном районе города. Нападение на девушку зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как неизвестный бросается на жертву, когда она собирается выйти из лифта. Дальнейшая борьба осталась за кадром. Видео с инцидентом распространили интернет-порталы и соцсети, а пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку, по результатам которой квалифицируют действия подозреваемого и определят, какое наказание он понесет. Отметим, за последние двое суток это уже второй случай, связанный с действиями сексуального характера. Накануне в Барнауле задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. К другим темам. Быстрота, аккуратность и вежливость. Это основные критерии, по которым сегодня в Барнауле выбирали самого мастеровитого водителя троллейбуса. За пару дней конкурсантам предстояло преодолеть два этапа. С теорией справились все без исключения. С практикой вроде бы тоже, правда, с большим количеством ошибок. Кирилл Политов наблюдал за битвой 17 претендентов. Маргарита стала настоящей разрушительницей стереотипов. Практически ежедневно блондинка проводит за рулем. За рулем общественного транспорта. Это была детская мечта. Окна дома выходили на улицу, там как раз была конечная. Просыпалась со звуками троллейбусной трели, ложилась под голос кондуктора из динамиков. Одно из главных развлечений было смотреть, как они ездят, как они меняют угли, как они сверкают зимой. Сложность в том, что все люди разные, как водители вокруг тебя, так и пассажиры. И, конечно, нужно всегда сохранить спокойствие в любой ситуации и помнить о том, что ты несешь огромную ответственность. Несмотря на пол, водители соседних авто не дарят ей комплименты. Наоборот, говорит девушка, старается всячески помешать. Это там, в городе. Сегодня движение без пробок, троллейбус, руль и полоса препятствий. Восемь элементов. Это проезд канавы, заезд в бокс, змейка, остановочная площадка. На дорогах встречаются колодцы, поэтому и этот элемент у нас присутствует, объезд колодца, чтобы не наезжали. В общем, ничего там сложного для них нету, потому что это поседневная их работа. Конкурс чем-то напоминает сдачу экзамена на вождение. Некоторые упражнения так и вовсе похожи. Вот классическая парковка в гараж. С той лишь разницей многотонная машина, как будто веревками привязана к проводам вот этими штангами, которые в народе именуют рогами. Тут сдают нервы даже у профессионалов. Вы почему там все метитесь-то? Я понять не могу. Волнуюсь. Мы не можем понять, когда выключать секундомеры. Крутцов тоже получил, так что вы не от нее говорили. Таких, как Маргарита, единицы в профессию. Водитель троллейбуса сейчас идут неохотно. Но особенно девушки в двух городах края, где на линии выходит этот вид транспорта, в основном работают мужчины. Именно представитель сильного пола как раз и стал победителем сегодняшнего конкурса. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня в России чтят память первых учителей славян, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это им мы обязаны созданием азбуки и языка. День славянской письменности в Барнауле открыли крестным ходом. Духовенство воспитанники воскресной школы горожане прошли от Никольского храма до площади ветеранов, где был совершен молебен. Культурная программа началась в два часа дня у храмового комплекса Иоанна Богослова. Барнаульские орнитологи бьют тревогу под угрозой исчезновения колония городских ласточек, которые долгие годы живут под карнизом здания речного вокзала. Недавно здесь начали проводить ремонтные работы. Покинут ли центр города птицы, а также какая судьба ждет здание речного, выяснял наш корреспондент Илья Кочетков. Орнитолог Алексей Эбель говорит, этому птичьему городку, построенному из речной глины городскими ласточками, как минимум лет 15. Горожане привыкли к щебету и стремительно летающим птицам, которые, кстати, питаются комарами и мошками. Но теперь, говорит он, придется отвыкать к гнездам, внутри которых как раз сейчас самки высиживают очередную кладку и потому птицы особо не летают, неумолимо приближаются строительные работы. Уничтожение гнезд может поставить крест на всей популяции, как это уже случилось, к примеру, в прошлом году в парке Изумрудный. Там же тоже деревья рубились в тот период, когда птицы сидели на гнездах. И здесь тоже самое происходит. Но хотите вы удалить эти конструкции, хотя это как бы не совсем правильно, да, потому что везде в Европе наоборот сейчас искусственные гнездовья, в том числе для вот этих ласточек, размещают на зданиях. Но даже если вы хотите их удалить, ну подождите, пока птицы выведут птенцов, улетят. В этом случае, поясняет орнитолог, больше шансов на то, что птицы через год вернутся. Теперь гарантии никакой. Алексей Эбель говорит, уверен, что владельцу здания можно было бы все объяснить. И тот, возможно, сдвинул бы сроки работ. Но кто он, владелец, и какие работы ведет, орнитологу узнать не удалось. Строители общаться с нами тоже отказались. Напомним, около трех лет назад здание Речного предлагали снести и на его месте построить жилые высотки. Тогда проект забраковали. В пресс-службе администрации Барнаула уже сегодня нас заверили. Глобальной стройки и сейчас не будет. В настоящее время по согласованию с администрацией города в здании Речного вокзала начаты работы по капитальному ремонту в ходе проведения указанных работ будет выполнен ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. К сожалению, уточнить, изменится ли назначение самого здания и подробнее о том, какое именно благоустройство произведут, нам не удалось. Как бы то ни было, результаты трудов строителей, как нас заверили чиновники, можно будет увидеть уже в середине сентября 2018 года. А вот получится ли снова полюбоваться быстрыми красивыми птицами, на этот вопрос может ответить только сама природа. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Наши новости. 93 года назад вышел в свет первый номер российской газеты «Комсомольская правда». С тех пор 24 мая считается днем рождения крупнейшего печатного издания. Праздник отмечают и барнаульские журналисты. С 99 года на страницах «Комсомолки» несколько полос выделено и для алтайской редакции. Почему работать в «Комсомолке» престижно? Этим корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул поделились с нашей съемочной группой. Для меня «Комсомольская правда» — это не просто место работы, это на самом деле целая жизнь. Я здесь работаю уже 10 лет, пришла когда-то обычным журналистом, потом стала замредактора, потом редактором. И для меня, честно сказать, быть причастной к этому изданию — это большая гордость, большое достижение, потому что это издание, в котором когда-то работал Владимир Маяковский. Это издание, в котором известный писатель Александр Фадеев. Здесь были напечатаны первые главы его романа «Молдая гвардия». Чем больше общаешься, тем больше узнаешь людей. Понимаешь их с разных сторон. И неважно, какой это человек. Это человек обычный, работяга, не знаю. Это, может быть, звезда какого-то мирового масштаба. В итоге понимаешь, что все равны. Я очень благодарна своей профессии, потому что есть возможность как раз пообщаться со знаменитостями, узнать их внутренний мир и какие они вот в обычной жизни. Пришлось нынче за один день три раза на одну текущую роман. Или ты осваиваешь профессию гончара или массажиста, или ты идешь в крестный ход по 200 километров. То есть это просто водопад впечатлений, водопад приключений. Это наша газета. Больше всего, как правило, читают ДТП, криминал, какие-то интересные истории, мыльные мы их называем. Но вот это три основных момента. К сожалению, культура и спорт на местном уровне жителей Алтайского края не интересуются. Ну, обо всем, конечно, напишу. Но душа лишит какой-нибудь чернушки. Вот сейчас историю буду писать, как женщина. Ее муженек поколачивал, поколачивал, она взяла топор, но голову снесла. Лучше всего читает. Это самые топовые истории. Своим журналистам, коллегам желаю, чтобы их карандаши не ломались. Ненастная весна в очередной раз напомнила жителям края, что Сибирь — земля экстремальных температур. Тем, кто, занимаясь строительством, хочет быть готов к любым сюрпризам погоды, могут помочь современные технологии. Пенополимер — минеральная изоляция труб. Под этим названием скрывается качество продукта, индивидуальный подход и скорость выполнения заказа. Синтетическая пена с особыми добавками, нанесенная поверх стальной трубы. В компании ППМ «Барнаул» одном из лидеров по производству таких труб для тепловых сетей уверяют, такая защита дает массу преимуществ. Держать температуру до 150 градусов не позволяют стальной поверхности трубы подвергаться воздействию влаги грунтовой. Это делает трубы гидро- и теплоизолированными. Их можно использовать при бесканальной прокладке, что важно в удаленных населенных пунктах, где нет крупной строительной техники. Компания ППМ «Барнаул», располагаясь собственным производством, может изготовить товар под конкретного заказчика. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды днем в 16 выше нуля. Телефон редакции в «Барнауле» 722 440. И к этому часу у меня все новости. До встречи.